Этот выпуск мы целиком посвятим очень интересным новостям из Тольятти. АвтоВАЗ через корпоративную газету ВА «Волжский автостроитель» рассказал, как будет происходить перевод автомобилей LADA на платформу CMFB из ассортимента Альянса Рено Ниссан Митсубиши. Итак, до 2025 года LADA выпустит на рынок сразу четыре новых модели, включая новое поколение легендарной Нивы. А еще российский автогигант готовит кроссовер класса С. Об этом официально объявлено впервые. Можно предположить, что ближайшим родственником новинки окажется дача Bigster. При этом инсайдеры говорят, что это будет та же Нива, просто подросшая по длине. Проще говоря, Нив планируется две – короткая и длинная. Вообще, что касается этой модели, то АвтоВАЗ поставил перед собой амбициозную задачу – наделить будущий кроссовер повадками внедорожника, большим клиренсом, полным приводом и понижающей передачей. Любопытно, что инструментарий Альянса не имеет готового такого решения, поэтому его сейчас разрабатывают ВАЗовцы. Что из этого получится, мы узнаем не раньше 2024 года, на который назначена премьера Нивы 3. Двигаемся дальше. Как известно, недавно АвтоВАЗ выпустил доработанную версию своего восьмиклапанного мотора объемом 1,6 литра. А в ближайшие годы модернизации подвергнется 16-клапанный двигатель и флагманский агрегат объемом 1,8 литра. Работой по установке ВАЗовских движков на иностранную платформу также будут заниматься инженеры из Тольятти. Поэтому АвтоВАЗ просит не принижать значимость своей инженерной службы, ведь получить платформу вовсе не означает создать автомобиль. На вопрос, почему автогигант не желает прокачивать собственную платформу Весты, тоже нашелся ответ. Как минимум, потому что технические характеристики не позволяют создавать кроссоверы, а электроника не поддерживает современные системы. В итоге доработка архитектуры Лада-Бисида современных стандартов потребовала бы глобальных инвестиций. Проще, быстрее и дешевле оказалось перейти на современную иностранную тележку, ту самую CMF-B. Кстати, самому заводу вскоре потребуется большая модернизация. Предприятие должно стать, цитируем, эффективным производителем мирового класса, который сможет выпускать самые современные автомобили и использовать мировые технологии. За последние три года «АвтоВАЗ» уже инвестировал более 8 миллиардов рублей. Их потратили на современное программное обеспечение, обучение персонала, строительство лабораторий и специальных испытательных дорог.